Доброго времени суток, уважаемые подслушатели и чатлани, ну, в общем, собственно говоря, все те, кто меня смотрит в ютюбе это или, собственно говоря, в телеграм-канале, давно с вами не слышались, не виделись, решил вот записать небольшое видео, потому что здесь хороший повод. Во-первых, я прочитал совершенно замечательную книгу, об этой книге я рассказывал в подкасте «Вкусные книги», и еще раз хотел бы о ней поговорить здесь, в этом маленьком видеоролике. Это книга, которую подарили мне мои бывшие сотрудники, «Сверхдержава искусственного интеллекта», с авторством такого китайского автора Кай Фу Ли, человек, который, в общем-то, действительно незаурядный, поработал во многих крупных IT-компаниях зарубежных, зарубежных в том смысле, зарубежных для Китая, конечно, а не для России, и, как правило, на территории Китая. Что интересно, он действительно очень плотно связан с искусственным интеллектом, и в этой книге он рассказывает, с одной стороны, историю искусственного интеллекта применительно к Китаю, а с другой стороны, историю предпринимательства, такого интерпренерства именно в Китае. И вообще, я бы рекомендовал эту книгу действительно почитать для того, чтобы понять, что такое китайский предприниматель. Вообще, что такое предприниматели? Потому что у нас есть некоторый культ, вот таких, знаете, стартаперов, что ли. И вот это совершенно замечательная книга, потому что она показывает людей совершенно с другой точки зрения. Мне кажется, вот люди, описанные кайфули, мне нравятся больше. Мне кажется, что они могут оказать заметно большее влияние на мир, нежели рафинированные стартаперы со смузи. Хотя, ну, как бы время покажет. Очень интересный взгляд на искусственный интеллект именно с китайской стороны. Немножко там, мы про Китай знаем, в общем, чуть-чуть из-за занавеса, поэтому нам, в общем-то, не очень понятно, что там происходит. И кайфули очень круто описывает вот тот интернет бум, который произошел в Китае. Очень круто, потому что можно в одной книжке познакомиться практически со всей историей современного IT у нашего крупного соседа, который, в общем-то, имеет мощнейшую экономику. И мощнейшую внутреннюю экономику ориентированную именно на производство, на различных товаров, услуг. И, собственно говоря, мир IT, он внутри этого, конечно, бульона путательного очень-очень сильный, очень крепкий. В общем, книга замечательная. Она еще вот в такой замечательной серии библиотека Сбербанка. Я вот прям подумал, она очень сильно оформлена. Сбербанк здесь очень сильно постарался. Хорошая бумага, очень качественно сделана. Я вот думаю, как бы вот всю серию мне раздобыть. Ну, понятно, всю не всю, но сколько-то книг еще я посмотрел, есть список. И в этом списке очень много интересных книг, которые я бы хотел, если вы имеете возможность, доставать из этого списка что-то. В общем, пишите. Я с большим удовольствием как-нибудь с вами позатрудничаю на эту тему. Может быть, кто-то из Сбербанка меня смотрит. Это будет тоже замечательно. Вот. А есть вторая, как бы, часть, которой я хотел бы поделиться в этом видео. Один из подслушателей задал замечательный вопрос. Какие книги по менеджменту я могу порекомендовать? Какой-то список? И вот этого списка у меня нет. По-моему, Константин его зовут. Я когда-то пытался составлять подобные списки, но они очень быстро меняются. И, как ни странно, есть книги, которые нужно прочитать просто вовремя. Ну, когда у тебя какая-то конкретная проблема. А есть книга, которая эту проблему очень емко описывает. А есть книги, в некотором смысле, вечные. И так как мы все живем в России, ну, я думаю, что большая часть из тех, кто меня смотрит сейчас, это ребята на постсоветском пространстве. Я думаю, что вы все сталкиваетесь с нашим российским менталитетом. И вот я Константину предложил книгу, которая не совсем связана с менеджментом, но очень многое поясняет в мотивации людей, которые работают, в том числе в IT. И она вот для любого управленца, просто обязательно, на мой взгляд, это книга русской модели управления за авторством. Она издана в издательстве Артемия Лебедева. Здесь, наверное, ссылочка будет в видео. И книга очень такая емкая. Я как-то уже о ней рассказывал, и, кстати, в подкасте «Вкусные книги», и в целом на лекциях очень часто о ней говорю. Я считаю, что книга очень мощная, очень серьезно рассказывает о нашем менталитете, о том, как люди работают, о том, какие неформальные правила устанавливаются рано или поздно в российских русскоязычных коллективах. И понимание вот этих правил, оно добавляет прям очень много к скилу менеджерскому. Прям ты начинаешь по-другому смотреть на людей. И очень интересно, что когда я читал эту книгу, где-то страниц через 50, я так прям взгрустнул, потому что я прям очень начал ощущать истории, которые происходили со мной совершенно по-другому. Где-то там, к странице сотой, прям хотелось вот реально выпить, прям реально так забухать. И вот когда закончил читать эту книгу, это была какая-то безнадега некоторая. Но через какое-то время я понял, что книга безумно крутая, Прохоров ее автор, и он, в общем-то, сделал великое произведение. Я сначала думал, что оно как-то ситуативно, мне очень легло на какие-то мои внутренние события. Потом понял, что на самом деле нет. Эту книгу я перечитывал в три раза, и каждый раз она добавляла мне больше сил и, в общем, больше понимания, что происходит вокруг. Я очень рекомендую эту книгу прочитать любому менеджеру, который работает с русскоязычными коллективами. Это, как бы, такая книга, она не связана именно с методами управления, но она показывает, как люди работают. В общем, понимать людей, это очень важно в нашей работе. Есть серия книг, которые напрямую связаны с управлением, но я бы не рекомендовал их вот так вот сходу. Это все-таки, как бы, нужна, так сказать, диагностика, так сказать, по телефону, это не очень удобно. Наверное, я порекомендую еще несколько книг, которые, на мой взгляд, очень важны. Одна из таких книг, это книга, которая говорит о том, как правильно строить процессы, точнее, на что нужно обратить внимание. Это книга Голдрата «Цель». Я тоже о ней много раз говорил, в подкасте говорил, и я считаю, что она очень важная с той точки зрения, что она менеджеру подсвечивает те вещи, на которые мы часто не обращаем внимания. Это бизнес-роман, построенный вокруг теории ограничений, которую, собственно, сам Голдрат и разработал. И вокруг нее, вокруг этой книги, конечно, много мифов входит. Я рекомендую просто ее прочитать за один раз. Это очень просто, быстро и очень легко. Очень доходчиво все изложено, и вы получите прям заряд бодрости на достаточно много, на даже большой период времени. Есть серия книг, которую я бы рекомендовал. Она тоже не очень связана с менеджментом, но она показывает некоторые аспекты, связанные с планированием. Вообще, эта вся серия книг Насима Талеба, если более правильно, начинается она с книги «Черный лебедь», а заканчивается, ну, последняя книга, по крайней мере, из этой серии, которая у него выходит, такого научпопа в некотором смысле. Или эта книга о «Рискуй собственной шкурой» или «Шкура на кону». В любом случае, это такой, в некотором смысле, очень сильно растянутый и разрезанный на кусочки философский трактат. Я Насима Талеба считаю, Талеба, считаю, наверное, одним из мощнейших философов современности. И, учитывая то, как он объясняет проблемы, связанные с планированием и связанные с рисками, вот эти вещи тоже не обращают внимания многие менеджеры на эти вещи. И было бы очень здорово, если бы вы, когда будете погружаться в свою предметную область, не забывали об этом. В общем, я бы рекомендовал вот эти книги, а что-то конкретное, связанное с вашей предметной областью, вам порекомендуют, скорее всего, ваши коллеги, более опытные, к которым можно легко обратиться. Это, скорее всего, ваш руководитель, либо предыдущий менеджер, либо ваши коллеги по цеху, потому что, скорее всего, в вашей предметной области есть свои иконы, книги-иконы, которые там из рук в руки передаются, и вы сможете быстрее находиться на одной волне, ну, прочитав их, находиться на одной волне с теми коллегами, которые вокруг вас. Ну, наверное, вот как-то так. Будем, наверное, прощаться с вами, уважаемые коллеги. И до скорых встреч. Пейте кофе, пишите жало. Пока-пока.